Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами, как всегда, Наташа. Наконец-то долгожданное видео. Обзор масел свыше 2000. На обзоре у меня будут керастаз, морокко-ноил, лейбл, сейчай, себастьян и селектив. Все масла я тестировала с использованием хорошего шампуня и плохого, который из волос делает мочалку. Прежде чем начать, я хочу вас попросить, не забывайте подписываться. Я стараюсь делать для вас очень качественный контент. Итак, первое масло керастаз. Средняя его цена 3000 рублей. Можно найти дешевле, возможно будет скидка, можно купить и дороже. Честно говоря, когда был хайп, я его принципиально не покупала, потому что я в это все не верю. Когда слишком много говорят вокруг о чем-либо, как показывает практика, это просто проплаченная компания. Поэтому керастаз очень долго не покупала и решила для этого видеообзора приобрести, попробовать. Возможно, я что-то теряю. Здесь у меня 100 миллилитров. Честно говоря, масло абсолютно средненькое. Оно не стоит тех денег, которые просят за него. Оно неплохое. Я не могу сказать, что вообще не покупайте. Нет, оно определенно что-то делает. Но оно не лучше тех масел, о которых я рассказывала в видео до 1500. Если кто не знает, у меня есть такое видео. Под этим видео в описании я оставлю ссылку. Еще могу сказать, что это масло нужно наносить немало, для того, чтобы они легко расчесывались и красиво выглядели после высыхания. Однозначно я это масло покупать не буду. На мой взгляд, здесь цена исключительно за раскрученный бренд. Сей-чай. Сухое масло, которое стоит 2500. На сайте было написано, что это масло можно наносить и на влажные, и на сухие волосы. При всей моей любви к средствам от Сей-чай, это масло какое-то абсолютно бесполезное. Я не то, что за него 2500 больше не хочу никогда в жизни отдавать. Я его за бесплатно брать не буду, потому что ни на мокрых волосах оно ничего не делает. Как много бы я его не наносила на волосы, не менялось ровным счетом ничего. Если его использовать на сухие, ну вроде как немного усмиряет пушистость. Но 2500 отдавать за то, чтобы усмирить пушистость, это можно обычным лаком для волос сделать. Тоже бесполезная штука. Если вдруг есть люди, которые его пробовали и которым оно понравилось, обязательно напишите мне в комментариях. Может быть я его неправильно поняла. Себастьян, это масло стоило 2500 за 95 мл. Это я еще нашла самую дешевую на него цену. Обычно оно стоит около 3 и дороже. Это масло мне посоветовала девушка в комментариях к предыдущему обзору масел. Мне советовали еще и другие масла, но я сразу скажу, девчонки, я не покупаю масла, которые сложно купить. Я покупаю только те масла, которые в общем доступе находятся. Потому что многим это неинтересно смотреть обзоры на масла, которые им будет сложно купить. Несмотря на его не очень презентабельную упаковку за такую цену. Ну, упаковка, честно скажу, дешманская. Она легкая, но легкость для меня это плюс, я уже говорила об этом. Но, судя по всему, снаружи они сильно не заморачивались, но внутри оказалась конфетка, прям реально конфетка. Волосы легко расчесываются, и они после красивые, такие напитанные. Приятный запах. Расход вроде небольшой, да, не слишком его много нужно для того, чтобы добиться облегченного расчесывания. В этом видео это масло один из фаворитов. Я волосы обычно сушу двумя способами. Либо феном, либо накручиваю на валик и получаю локоны. Если вдруг тоже кто-то не видел это видео, также оставлю в описании. Мне нравится это масло и как после сушки феном, и после сушки естественным путем. Для меня очень важно при сушке естественным путем, чтобы масло делало волосы более пластичными и послушными. Иначе локоны у меня получаться не будут. После сушки феном волосы напитанные, и они такие рассыпчатые, очень приятные. У кого есть возможность, рекомендую. Лейбл. 100 мл, 2,700. Ну, плюс-минус, они с Себастьян пересекаются и в цене, и во многом другом. Это тоже мой фаворит. Упаковка более приятная, чем у Себастьян. Ну, это на мой вкус. Она тоже легкая. Есть небольшие отличия. Если Себастьян делает волосы более тяжелыми, что ли, вот это масло не делает утяжеления на волосах. Они легкие. И они более пластичные, чем после Себастьян. А в целом они плюс-минус похожи. Поэтому, если бы расставляла приоритетность, то я бы их с Себастьян поставила на одну ступень. Я не могу выделить, какое масло из них лучше. Все так же. И волосы можно с ним расчесать. И после сушки естественным путем, и после сушки феном меня все устраивает. Волосы красивые. Это масло я уже в предыдущем обзоре показывала. Почему показываю сейчас? Потому что это масло, которое вроде бы вошло в те рамки, которые я задала для предыдущего видео, до 1500, а он мне обошелся в 1500. Но если брать его объем, то здесь за 1500 50 мл. То есть, все эти масла, которые я вам показывала, их цена была за 100 мл. Если брать это масло за 100 мл, то это получается 3000, а то и дороже. Поэтому решила тоже включить. Тоже очень крутое. Оно было лидером в том обзоре. И в этом обзоре я бы поставила тоже на одну ступень Себастьян и Лейбл. У Селектив с Лейбл есть одно качество общее. После этих двух масел волосы, как шелковые, постоянно выскальзывают из резинки, из собранного состояния высыпаются. Это очень круто, когда они в распущенном виде, потому что они такие шелковые, такие волшебные. Но когда они собраны, конечно, это немножко доставляет дискомфорт. Это масло продается только в объеме 50 мл. Большего объема я не встречала. Упаковка довольно тяжелая. Это, по-моему, стекло. Но компактное и удобный носик. Не сказать, что выглядит дорого-богато, но, опять же, тут вся конфетка именно внутри. И последнее. Марокко Нуэлл. 100 мл стоит 2500. Я взяла маленький вариант, потому что однажды, давным-давно, я уже покупала Марокко Нуэлл. Купила я 100 мл, и это было полнейшее разочарование. Мне показалось тогда, что это масло ничего не делает. И поэтому я решила купить маленький вариант, дать ему второй шанс. Вдруг что-то изменилось. Вдруг я не поняла. Учитывая, что у меня такой уже есть большой опыт тестирования масел, мне есть чем сравнить. И я решила, по этой причине, почему бы не попробовать еще раз. Ничего не изменилось, девчонки, серьезно. Это масло, по сути, кроме блеска, ничего больше не дает. За свои 2500, во-первых, можно на Айхер купить органовое масло, оно там 1300 стоило. Которое дает блеск на неделю волосам. Они блестят, как после тонирования. Очень крутое масло. А с этим маслом создается впечатление, что как будто оно нужно для здоровительного курса. Но опять же, для здоровительного курса, месячного, можно купить более дешевое масло. И еще больше скажу, если его нанести чуть-чуть, волосы не так уж и легко расчесываются. Или сказать, что после сушки волосы какие-то классные. Нет. Если его нанести больше, чтобы волосы легче расчесывались, не дай бог вы соберете их на макушке, то все волосы придется перемывать. И всем вашим усилием, то есть всему мытью волос придет конец. Придется все делать заново. У Marocco Noel хорошее средство, я рассказывала, есть шампунь, есть хороший бальзам, крутая маска, которую, возможно, я куплю еще. Но никак не это масло. Но это мое, конечно, субъективное мнение. Возможно, кому-то нравится. Я знаю, что есть такие люди, которым это масло нравится. Мне непонятно, почему. На этом все. Пишите в комментариях, если еще хотите обзоры на масла или какие-то другие уходовые средства для волос. Я всегда буду учитывать ваши пожелания. Также не забывайте ставить лайк, подписывайтесь. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok